Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. Прямо сейчас все самое актуальное и интересное о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Съел и сел на скамью подсудимых похититель шоколада в Березовском. Выбор очевиден. Кузбассовцы узнали, почему найденные деньги лучше вернуть, чем потратить. Проигрышная партия. В Новокузнецке полицейские изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты и алкоголь. Акция «Мобильный патруль» продолжает свою работу. Каждый ее участник вносит вклад в обеспечение безопасности на дорогах Кузбасса, а также может стать репортером нашей программы. Для этого достаточно снять фото или видео с кадрами правонарушения и прислать в специальный раздел на сайте закон.дефиз.кузбасс.ру. Представляем вашему вниманию подборку свежих и интересных сигналов. Настоящее неуважение к пешеходам продемонстрировали на минувшей неделе сразу два кемеровских водителя. Один из них таксист на своем «Опеле». Он так спешил на очередной заказ, что не заметил, где заканчивается дорога и где начинается пешеходная зона. Заехав под знак, нарушитель попал в объектив активиста мобильного патруля, ну и, соответственно, в нашу программу. Теперь это видео изучают сотрудники полиции и ждут водителя такси для дачи объяснений. Не избежать встречи с автоинспекторами и вот этой блондинки на Ниссан Тирана. Она, возможно, даже и не заметила, что серьезно нарушила дорожные правила, прокатившись по пешеходной дорожке. А вот ее спутнику стало неловко. И он на всякий случай прикрыл лицо рукой, чтобы перед другими участниками дорожного движения не было так стыдно. Впрочем, муками совести здесь ограничиться не получится. За движение по пешеходному тротуару предусмотрен административный штраф до 2000 рублей. А это премьера с участием водителя Ниссана «Премьера». Нарушитель решил схитрить и на Кузнецком проспекте в областном центре совершил поворот налево с выездом на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен. При этом он спрятался за трамвай, пересекавший в это время проезжую часть. Однако незамеченным покинуть место нарушения лихачу не удалось. Видео с его участием очевидец прислал в мобильный патруль. С начала года в полицию поступило уже более сотни таких сигналов. Никому из нарушителей не избежать наказания. Уважаемые зрители, не забывайте, что каждый из вас может сделать свой город безопаснее. Присылайте свои материалы с отснятыми нарушениями в раздел «Мобильный патруль» на сайте закон-дефискусбас.ру. Именно так сделал кемеровчанин Дмитрий Рулев. Сегодня он в гостях у нашей программы. Дмитрий стал очевидцем того, как водитель маршрутного такси проехал на запрещающий сигнал светофора. И при этом на пешеходной зебре едва не сбил подростка. Полицейские уже привлекли нарушителя к ответственности. А автор сигнала стал нашим победителем. Специальный приз – видеорегистратор. Ему вручил член общественного совета при главном управлении МВД России по Кемеровской области Олег Батюченко. Я как представил, что это мог быть мой сын. Вот из этого отправил. У каждого человека должна быть гражданская позиция. Нарушитель должен быть наказан, тем более, если это касается безопасности детей. Уважаемый Дмитрий Петрович, по итогам января 2019 года ваш материал был признан победителем в программе «Мобильный патруль». Разрешите от имени общественного совета при главном управлении МВД России по Кемеровской области вручить вам данный приз. Спасибо. И пожелать дальнейших успехов. В Новокузнецке полицейские изъяли из незаконного оборота партию контрафактных сигарет и алкоголя. Стражи порядка задержали 36-летнего местного жителя, который осуществлял их поставку и реализацию. Оперативники обнаружили в гаражном кооперативе несколько боксов, в которых он хранил продукцию, а также установили сеть торговых павильонов, через которые сбывался контрафакт. В результате проведенных мероприятий полицейские изъяли более 5000 литров алкоголя, а также более 32 тысяч немаркированных пачек с сигаретами. В результате обыска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Новокузнецку изъяли из незаконного оборота более 5000 литров водки, коньяка, текилы, косметических лосьонов и другой алкогольной продукции, а также свыше 32 тысяч немаркированных пачек сигарет. В отношении подозреваемого следователем управления МВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, перевозка, хранение или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы. В Кемеровском районе полицейские остановили иномарку, водитель которой перевозил иностранцев. При проверке документов стражи порядка выяснили, что один из мигрантов находится на территории России незаконно. Чем закончилась эта история для нелегала, а также для самого автомобилиста? Об этом узнаете в нашем следующем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это еще не все. При проверке документов у водителя «Хонды» автоинспектора обнаружили поддельный страховой полис, за что водитель будет также привлечен к ответственности. Осмотр же самой иномарки вызвал у сотрудников подозрения на изменение маркировки кузова автомобиля. Автомобиль полицейские доставили в отдел осмотра и регистрации транспорта, где установили, что маркировочная табличка числилась за другой машиной. Путем изменения маркировочной таблички, поставленной от другого автомобиля, дальнейшие разбирательства будут осуществляться в райотделе. Сам водитель пояснил, что три месяца назад он попал в ДТП и из-за значительных повреждений самостоятельно поменял кузов своего автомобиля на другой. Теперь по всем выявленным нарушениям сотрудники полиции проводят проверку. В отношении нелегала на судебном заседании уже принято решение о его выдворении за пределы России. Кроме того, как водитель, так и пассажир теперь могут стать фигурантами уголовных дел, и их путешествие может закончиться в местах лишения свободы. Деньги сами пришли в руки беловчанки и жителю Прокопьевска. Вот только распорядились ими горожане по-разному. В том, что такое хорошо и что такое плохо, разбиралась Наталья Маслакова. Прокопчанин Алексей Боболев даже не представлял, что в день рождения супруги самый большой подарок от их семьи получит совершенно посторонний человек. Покидая супермаркет с покупками к праздничному столу, мужчина обнаружил в банкомате забытые кем-то деньги. Мы забрали эти деньги и позвонили в полицию. Приехали домой и позвонили в полицию. Возможно, у человека это были последние деньги. Он на них надеялся. Как бы я не хочу, чтобы мои родственники не оказались в этой ситуации. Ну и добро, я думаю, оно там тоже вернется. Поиском владельца забытых купюр занялся участковый и полномоченный отдела полиции Рудничной. К нам поступил сигнал в дежурную часть о том, что в одном из банкоматов торгового центра неизвестный забыл деньги в сумме 10 тысяч рублей. Дальнейшие мероприятия были проведены по поиску гражданина и установлению его личности, который забыл эти деньги. Вскоре полицейские уже вышли на владельца забытых средств и передали ему все купюры. Мужчина признался, что больше его порадовал даже не сам факт возврата денег, а то, что в людях еще остались честность и порядочность. Люди, которые видят, что в банкомате остались деньги, и ровным счетом эти деньги им не принадлежат, с правильной позиции обратились и вернули. Хочу поблагодарить этого молодого человека и сотрудникам полиции, которые насколько оперативно сработали. Впрочем, необходимость именно такой гражданской позиции предусмотрена законом. Согласно ему, человек, нашедший вещь, должен принять все меры, чтобы вернуть ее владельцу. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности. Так произошло с жителем Белова. В супермаркете на прилавке он заметил оставленную предыдущей покупательницей банковскую карту, похитил ее и в течение нескольких дней рассчитывался за покупки, пока полностью не опустошил счет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас житель Белова ожидает решения суда. Ему грозит пять лет лишения свободы. Пригласят в полицию и прокопчанина, но по приятному поводу. Стражи порядка приняли решение о его поощрении за порядочность. Так что в ситуации, когда деньги сами падают в руки, каждый гражданин выбирает сам, каким героем ему становиться – положительным или отрицательным. В Березовском на скамью подсудимых горожанина привела любовь к сладкому. Он обвиняется в совершении трех краш из супермаркетов. Злоумышленник ходил в магазины исключительно за лакомствами, набивал ими карманы и скрывался, не расплатившись. В общей сложности в течение двух дней он умудрился выкрасть 120 плиток шоколада. Все, что не смог съесть сам, он продал. А вот теперь ему совсем не сладко. Уголовное дело, фигурантом которого он является, уже направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет колонии. А в Междуреченске магазинные воры повадились похищать алкоголь. Три дня подряд двое подельников приходили в супермаркет, как думали они, за халявным виски. В торговом зале один из молодых людей брал с прилавка спиртное и прятал его в рюкзак сообщника. После этого они незаметно проходили мимо кассиров, однако все их преступления были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Эти съемки помогли полицейским вычислить похитителей. И теперь заплатить за содеянное злоумышленникам все же придется. Но уже ценой собственной свободы им грозит до пяти лет колонии. Теперь особое внимание на экран. Новокузнецкий полицейский разыскивают злоумышленниц, которые расплачивались за покупки в местном магазине поддельными денежными купюрами. Всех, кто владеет информацией о личностях либо месте нахождения разыскиваемых, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону, который вы видите на экране. Анонимность гарантируется. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте opertv.ru и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова